В студии Елена Кузовкина. Я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Одинокая мать и дочь инвалид оказались на улице. Мне даже слезы хватали. То, что вот, как вот к своему родному дитя относиться. Кто и за что выгнал их из дома. Делали опалубку, выкладывали арматуру и заливали ее бетоном. Будет проверяться изделие на предмет, опять же, геометрии еще раз. Допуски, длина, ширина, толщина и так далее. За звание лучшего соревновались бетонщики. Они продолжают шагать по сцене музыкального театра. Они разрушали театр. Я могу сказать, что для меня какого-то службы были. Убьюсь и круглый про, это была разрушка для всех служб. Кто помогает молодым артистам добиться мастерства? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в начале о решении главы города Сергея Дугина покинуть свой пост. Эту тему обсуждали все средства массовой информации. Но мэр опроверг сообщение о своей отставке. Об этом он сегодня рассказал журналистам на очередном выездном совещании. По словам Дугина, он, как и все барнаульцы, о своей отставке узнал из интернета. И добавил, если такое решение будет принято наверху, он покинет пост мэра, но пока и разговоров подобных нет. Мы же продолжим. Жительница Алтайского края отстаивает права своей дочери-инвалида. По ее мнению, ребенка незаконным путем выселили из квартиры. Женщина обращалась в разные инстанции, но по документам все законно. Валентина Скерова пыталась выяснить, почему ребенок оказался на улице. Мне даже слезы хватали. Как к своему родному дитя относиться? Выгнал из дома, часть вещей выбросил в мусорку, а другую пришлось забирать силой. 6 лет назад муж Натальи лишил ее и грудного ребенка дома. Причем не просто выгнал жену и родную дочь. Маленькую Машу он выписал из квартиры. Деревня была, то есть уехала в гости, и получилось, что нас выписали. Без суда, без ничего. Оставался отец здесь с бабушкой. Они быстро документы переоформили, продали дом после выписки. Сама Наталья в квартире прописана не была. Да и не нужны ей были эти квадраты. А вот то, что заставили бомжевать ее дочу, которую диагноз ЗЦП считает кощунством. Женщина обращалась и в прокуратуру, и к уполномоченному по правам ребенка. Но везде ответ один. Несовершеннолетнюю дочь выписали по закону, на основании подписи обоих родителей. Правда, Наталья уверена, что ее подпись муж подделал. Юристы советуют женщине обратиться в суд. Уже в процессе судебного заседания будет назначена судебная экспертиза, которая отдаст заключение о неправильности документа или поддельности подписи. А в случае, если данный документ был неправильно именно принят органами власти, то есть не было проверено, например, подлинность человека, подписавшего или еще как-то, то необходимо будет поставить вопрос о привлечении данных органов власти к ответственности. Сейчас Наталья и ее дочь живут в Локтевском районе и регулярно приезжают в Барнаул. Девочка здесь лечится. Одинокая мама признается, денег катастрофически не хватает. Поэтому больше всего они мечтают о доме в городе. Ведь в селе нет спецшколы для детей с таким диагнозом. Маше в этом году идти в первый класс. Валентина Аскерова, Александр Атрупов, Николай Шилко. День с толком. К сожалению, получить комментарий на эту тему у уполномоченного по правам ребенка не получилось. Но в телефонном разговоре Ольга Казанцева отметила, что в деле нужно разбираться, смотреть документы. И если есть подозрения, что подпись женщины была подделана, необходимо обращаться в суд. Мы следим за развитием событий и переходим к другим темам. Кто лучше всех вяжет арматуру и льет бетон, выясняли в Крымой столице. На одном из предприятий города впервые прошел конкурс на лучшего бетонщика. В чем секреты бетонного производства, выяснял Илья Кочетков. Шесть участников с разных предприятий города работают под наблюдением компетентного жюри. По заданию конкурсанты должны сделать опалубку, положить арматуру и залить ее бетоном. На все отводится меньше часа. Есть определенные строительные стандарты, на которые и ориентируются бетонщики. А какими же могут быть ошибки? Ни соблюдение длины армирования, неправильно расположить каркас, который вкладывается в бетон, чтобы действительно изделие было прочным. После заливки железобетонной плите дадут высохнуть и тогда эксперты оценят ее качество. Будет проверяться изделие на предмет геометрии еще раз, допуски длина, ширина, толщина и так далее. Качество категории поверхности, то есть сколько будет присутствовать пор, допустим, или околов, или каких-то неровных участков. Ветераны производства рассказывают, что в советское время такие конкурсы проходили постоянно, с развалом Союза прекратились. Хотя специальность по-прежнему востребована. У нас есть дефицит кадров, кадров именно рабочих профессий. Начиная от формовщиков, бетонщиков и заканчивая контролерами УТК, технологиями. Это проблема всего рынка в целом, потому что определенный период времени наши высшие заведения, среднеучебные заведения выпускали специалистов, которые нужны для других отраслей. Организаторы рассчитывают, что в следующем году участников будет еще больше. Кто станет лучшим бетонщиком города 2019 года, объявит завтра. Победители, согласно занятым местам, получат от 30 до 50 тысяч рублей. Обладатель первого места уже в июне поедет в Петропавловск-Камчатский для участия в подобном конкурсе, но теперь уже федерального уровня. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. А сейчас к событиям культуры. И, пожалуй, одна из центральных новостей поступает из музыкального театра. Там в разгаре фестиваль дипломных и курсовых работ «Шаг». Чтобы показать свою игру в столицу Алтайского края, приехали студенты из Москвы, Перми, Новосибирска, Кемерово. Моя коллега Дарья Эйдемиллер влилась в фестивальное движение. Ей слово. В музыкальном театре Алтай продолжается фестиваль студенческих дипломных и курсовых работ «Шаг». Пятый, юбилейный, кстати, и приехало более 200 человек со всех уголков России. Работа идет полным ходом. И вот сегодня для участников подготовили мастер-класс. Проводят его Лика Рула, и мы покажем вам, чему она научит участников фестиваля. Лика, расскажите, чему сегодня научите участников фестиваля? Вы знаете, вообще есть такая формула, ничему научить невозможно, можно только научиться. Я ничему не собираюсь научить, я просто хочу немножко посвятить в тот жанр, в котором служу последние 15 лет. Это жанр мюзикла, он не совсем, так скажем, у нас известен по России. Он, конечно, известен, но то, как он развивается, в какие тенденции, в какие направления, и вообще чем живет и дышит жанр. Я просто хочу немножко сегодня ребятам рассказать, как это происходит в Москве. Они разрушали театр. Я могу сказать, что для меня потом служба говорит, мюзикл «Метро» это была разруха для всех слушателей, потому что эти люди с улицы пришли, они были гримерками. Это просто была какая-то новая совершенно волна. Вот именно с этого момента в театре «Обереты» поселился жанр мюзикла. Но не все участники фестиваля сейчас слушают наставления Лики Рулы. Вот, к примеру, студенты Пермского университета готовятся к своему премьерному показу спектакля. Он уже сегодня, поэтому на сцене генеральный прогон. Мы привезли вам хануму и привезли настоящий грузинский спектакль. Мы репетировали с грузинами, нас научили говорить по-грузински, танцевать, лесгинку. Мы выпили 150 бутылок кинзмараули. Грузин нам привезли бесплатно. Мы хотим свою любовь к Грузии подарить вот здесь, в Барнауле. Мы первый раз в Барнауле. Наш фестиваль в принципе единственный для студенческой аудитории. И очень редко случается, когда такой огромный труд, который проделывают мастера со студентами, выходит за рамки куда-то аудитории. У участников фестиваля за плечами три рабочих дня. Всего они поставят 11 спектаклей. Пять из них, кстати, уже отгремели на сцене музыкального театра. Кстати, сегодня выступают пермские студенты. Они показывают спектакль ханума. А завтра барнаульские студенты покажут сказ о ясном соколе. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком. Фестиваль завершится 17 мая. В этот день в театре будет вечер хореографических спектаклей. А для любителей дикой и нетронутой природы есть замечательное место. Это около 400 километров от Барнаула. Илья Кочетков расскажет о малоизвестном заповедном уголке края Тегерекском заповеднике. За окном проносятся километры, воздух напоен запахом трав, а еще трясет немилосердно. Наш путь идет на юг Алтайского края, в Краснощоковский район. Здесь, в предгорьях, начинается территория, которая большинству туристов, как правило, незнакома и не всегда интересна. Гора Сердцево – высшая точка хребта, по которому проходит одна из немногих дорог, ведущих в Тегерекский заповедник. Валентин Смирнов – член Русского географического общества. Среди прочего, он – специалист по панорамным сферическим фотографиям. В течение нескольких лет он реализует свой проект «Алтайский край – 360 градусов». Одна из задач – показать места, подобные Тегерекскому заповеднику, широкой публике. Показать те места, где большинство людей не сможет оказаться по ряду причин. В том числе, по причине ограниченного доступа на эти территории. Это тоже такая очень интересная задача, потому что сейчас, в последние годы, заповедная система, она очень активно меняется. В том числе, меняется в плане того, что активно начинают развиваться различные формы экотуризма. 360 градусов позволяет немножко все-таки под другим углом, скажем так, взглянуть. Мы можем показать, во-первых, обеспечить небольшой эффект присутствия. То есть, скажем так, то, что современные мультимедийные технологии позволяют накладывать звук, накладывать шумы. То есть, это вместе с фотографией можно обеспечить такое плавное перемещение, вращение этого изображения. То есть, создать такую некую обстановку погружения непосредственно в какую-то точку. Для него охранная зона Тегерекского заповедника, территория, куда доступ, пусть ограничен и разрешен, настоящая сокровищница. Здесь можно снять территорию человеком почти нетронутую, а еще прикоснуться к истории, пока малоизвестной широкому кругу людей. Многие из вас, возможно, даже впервые видят и слышат об этом объекте. Вот эта четкая геометрическая структура, лучше всего видимая с высоты, остатки земляного вала Тегерекского форпоста, 18 век. И вот точного изображения, каким он был, увы, не сохранилось. Но мы знаем, как выглядели подобные крепости и редуты той поры. Система таких форпостов образовывала Колывано-Кузнецкую оборонительную линию. В 18 веке здесь, по сути, проходила граница государства российского. Казаки охраняли земли, рудники, поселения от набегов кочевников джунгар. Земля до сих пор отдает некоторые грозные свидетельства той поры. Но оборона и дело не ограничивалось. По сути, с помощью таких поселений Россия понемногу расширяла свои границы. Казаки были вынуждены сами себе добывать провизию. Но когда им охотиться или там огороды полоть, когда нужно охранять территорию, воевать с джунгарами. Так что привезли сюда обычных людей, неслуживых. Женщины приехали. Целые семьи тут стали образовываться. Так появился поселок Тегерек. Кстати, еще один малоизвестный факт. В 60-х годах прошлого века здесь хотели заложить целый город, сердцем которого должен был стать металлургический завод. Еще до войны в местных недрах обнаружили залежи железной руды. Но вскоре проект был отклонен. Даже для того времени он был признан слишком дорогим. И вместо того, чтобы стать промышленным мегаполисом, Тегерек превратился в сердце заповедника. Особо охраняемая природная территория здесь была образована в 1999 году. Его работники уверяют, никакие сокровища индустриального мира не променяли бы на нынешний Тегерек. И уверены, ценность этой территории в том, что здесь, как и прежде, проходит граница, но теперь между цивилизацией и первозданной природой. А работники заповедника – наследники тех самых казаков. Только теперь охраняют территорию не от джунгар, а от слишком нерадивых туристов. Есть и то, что и культуры не хватает. Ну, здесь природа сама себя охраняет. Ну, вот вы ехали. Как сюда доехать? Это самая лучшая дорога, по которой вы ехали. Тегерекский заповедник, его окрестности – это территория большинству обычных туристов пока не очень знакомая. Но его работники, ученые, понимают – прогресс не остановить. И однажды сюда потянутся толпы зевак. Но пока есть время, они делают то, что в их силах. Стараются изучить, описать эту уникальную территорию, чтобы тем, кто придет сюда из чистого любопытства, стало ясно, с какими сокровищами они здесь соприкоснутся. Илья Кочетков специально для телеканала Толк. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – Банк Восточный. А у меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова